Понятно, что при обновлении элемента нужно указывать все поля, в том числе пользовательские свойства, которые вы хотите, чтобы были в элементе. Но при обновлении есть нюансы. Вы можете указывать только необходимые поля для обновления. Другие поля не будут затронуты. Но вот если вы хотите обновить пользовательские свойства, то вам из-за этого нужно указывать весь набор свойств. В противном случае отсутствующие значения свойств будут удалены. Это введено для всех типов свойств, кроме типа файлов. Об этом я вам скажу дальше. Вы можете для обновления только пользовательских свойств использовать метод setPropertyValue класса CIBlockElement или setPropertyValue код класса CIBlockElement. Более подробно о них вы можете посмотреть в документации по этим функциям по следующим ссылкам. Я хочу отдельно остановиться на особенность обновления, добавления и удаления значений некоторых типов пользовательских свойств. Сначала рассмотрим случай удаления одного из значений множественного пользовательского свойства элемента инфоблока. Рассмотрим первый вариант. Для удаления достаточно исключить из массива, в котором передаются все параметры, проб, пару, ключ и значение удаляемого свойства. Данное решение является оптимальным в ситуации, когда необходимо сохранить ID оставшихся значений свойства прежнего. в инфоблоке новости. Давайте удалим одно из значений множественных свойств элемента инфоблока. У нас есть некий элемент в инфоблоке новости. У него есть множественное поле типа строка, в котором имеется три значения. Поле 1, 2, 3. Соответственно, ID данного элемента 359. Давайте удалим из множественного поля все значения, которые имеют наименование, значение, собственно, поле 3. Для этого сначала нам необходимо получить все значения данного свойства. Вот с помощью getProperty класса CIBlockElement мы получаем все значения данного свойства, у которого fill и с помощью цикла while можем их перебрать. Давайте посмотрим, что мы в результате получаем. открываем, смотрим. Собственно, у нас возвращается вот такой массив на каждое значение поле 1, поле 2, поле 3. Далее сравниваем, что value не равно поле 3 и тогда формируем массив. Массив, который нам необходим для обновления. Собственно, нам необходимо просто из этого массива исключить ненужные элементы. для этого посмотрим, что у нас получилось в результате в массиве для изменения. А вот, собственно, передается ID инфоблока и передается property values, field и два поля. Третье мы исключили. Третье поле мы исключили. И теперь, собственно, воспользуемся функцией update, чтобы наш код выполнился. Вот, адд элемента с ID 359 произошел. Обновляем элемент. Видим, что у нас одно из полей исчезло. То есть то, что и требовалось. Также вариантом решения задачи может стать использование метода setPropertyValue. В четвертый параметр функции мы можем передать false. Тогда в третий нужно передать массив код свойства значения. При этом же значения будут удалены кроме тех, которые указаны в массиве, переданном в третий параметр. Или мы можем в четвертый параметр указать символьный код пользовательского свойства. И тогда третьим передать просто значение или массив значения в случае множественного поля. Здесь давайте сделаем все то же самое, что сделали в прошлый раз. Единственное, мы используем не функцию update, которая обновляет весь элемент, а используем функцию setPropertyValues класса CIBlockElement, которая позволяет нам обновить только конкретные свойства. Здесь также все осталось. Мы получаем все значения, исключаем одно из них. и передаем, собственно, массив. Указываем четвертым параметром, что у нас символьный код field и исполняем. Вот у нас, собственно, элемент. мы восстановили поле 3. Запускаем наш скрипт. Update элементы с ID 359. Обновляем. Все произошло аналогичным образом. значение, которое нам не нужно было, оно удалилось. Как видите, второй способ очень похож на первый. Какого-то иного способа удаления одного значения множественного свойства не существует. мы все равно должны получить полный набор, исключить тот, который нам требуется удалить и передать значение всех остальных. И так далее. Продолжение следует. Продолжение следует. sprэшир. Продолжение следует.